Что бы я сказала себе 14-летней? Что во мне все есть, я все смогу, бери и делай. Только за этим делай, не упускай момент пожить и почувствовать эту жизнь. И помни, что твои чувства – это лучший навигатор в этом мире. И никто тебе не поможет, не посоветует и не подскажет лучше, чем твои собственные ощущения себя. Чего я не услышала в свои 14. И вообще, откуда родилась эта тема? Я всю жизнь работаю с подростками. Еще во время школы, наверное, это началось. Мне было 16, им было 14. Потом у нас разница была в 4-6 лет. Сейчас у меня разница с теми детьми, с которыми я работаю, доходит до 25. И всегда у нас очень теплые, очень доверительные отношения. Причем я не самый, наверное, такой любвеобильный педагог. Я требую и добиваюсь. Хочу рассказать про одного парня, который был у меня на курсе. В общем, я собираю курс на театральное мастерство. Но приходят ребята от, наверное, 10 до 16 лет. И я всегда это делаю в единую группу, не разбиваю их. И вот один из них в начале занятия садится передо мной. В течение занятия, вот там 40-50 минут, он пропадает куда-то, он где-то лазит. Ребята начинают психовать, ругаться на него, кричат, заставляют его вылезать. Из каких-то там, из-под стульев за сценой он мог находиться, греметь, шуметь. Но в конце он, в общем, выходит, а я только улыбаюсь и смеюсь. И так продолжалось, наверное, на протяжении полугода. Что же произошло? Этот парень, он просто другой был. Ему не хватало внимания. И я ему дала, несмотря на то, что все ребята, которые его окружали, они были против него. И потом этот мальчик всему этому курсу, с которым он учился, сделал все, что мог. Он на спектакле доставал то, что немыслимо было достать. Он приносил какие-то вещи, которые никто нигде не мог найти. Он помогал, он их поддерживал. Он был совсем другой. И вот это понимание, что каждый из нас другой, и поддержка этого, наверное, сделала меня, ну, как бы с ребятами на одной волне. И я всегда их понимаю. Поэтому сегодня мне хочется поговорить именно о том, о чем я не услышала в своей 14. Почему? Потому что я, наверное, для своих ребят, с которыми работаю, стала тем педагогом, тем мастером, тем наставником, которого я ждала в своей 14. Еще очень хочется сказать о том, что можно. Не предавать себя можно. Не предавать свой взгляд на мир можно. Быть тем, кем хочется, тоже можно. И иметь свою точку зрения нужно. Отстаивать ее можно. Даже с родителями. Моей маме пришлось туго, потому что я над ней ставила эксперименты, но в результате у нас не очень доверительные отношения. Сейчас расскажу о том, как это происходит и как я создала эти отношения с мамой. В 14-15 лет я ходила в школу социального педагога, и мы работали с детьми с инвалидностью. А для того, чтобы с ними работать, с нами изначально работали психологи. И вот одна из них сказала, если вы хотите, чтобы ваши родители не старели, задавайте им как можно чаще один вопрос. Приходите домой и говорите, мам или там папа, неважно, расскажи, какой ты был или ты была в юности, или как вы косячили в школе. И дальше молчите. Чем чаще будете сдавать, тем больше будут родители окунаться в свою юность и вылезать из того мира, который у них сейчас. У меня с мамой так произошло. Она работала, рядом с ней были в ее 30 женщины за 50. Она уже начала мыслить, как 50-летняя, одеваться почти как бабушка. Я сказала, мама, ну все, так нельзя. И это нам помогло с ней установить достаточно теплые, дружественные отношения. Так я узнала, что у меня мама бунтарка, уходила из дома, ну и все прочее.